Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный, необычный салат, который называется варежка. В чем изуминка салата, посмотрите в видео. Очень необычно, салат сытный, вкусный и такой новогодний. Итак, для начала разогрейте духовку на 180 градусов. И возьмите кусочек слоеного теста, ну вот так вот, грамм 150. Теперь нужно взять тарелочку такую, чтобы вам подходила в вашу формочку, в которой вы будете собирать торт. У меня форма 20 сантиметров в диаметре, вот и беру и саму форму, тарелку 20 сантиметров в диаметре. Теперь тесто нужно чуть-чуть раскатать. Тесто беру слоеное, в принципе, можно взять, мне кажется, даже если вы приготовите слоено-рубленое, дома сами, типа под песочное, тоже подойдет. Теперь кусочек теста нужно подкатать с двух сторон, вот так и вот так, в две стороны. Вырезаем. Вот так. Вот эти кусочки теста я сверну и уберу в себе в морозильную камеру, я оставляю. Скоро праздники, и если буду готовить Наполеон, у меня будет такая посыпочка. Все. А это выпекаю буквально 12-15 минут, и он выпекся. Берем одну морковку и один лучок. Лук режем, морковку натираем, и это все пассеруем на растительном масле. Делаем средний огонь. Специи не добавляйте, только посолите. Готовим до готовности морковки. Все должно быть прозрачное и мягкое. Берем 250 грамм крабовых палочек. Крабовые палочки нужно мелко нарезать. Значит, смотрите, порезаю пополам, а потом режем соломкой, потому что фактически мы все будем натирать. И так как все у меня не кубиками, а вот натертое, как на крупной терке, то и крабовые палочки тоже режем соломкой. Лук и морковка приготовились. Перекладываем их в какую-то емкость, пусть они остывают. Вот так. 3-4 веточки укропа. Я отделила только сам укропчик от стебельков. Мелко-мелко нарезаем. Совсем забыла, обязательно лук с морковкой нужно отбросить на сито, чтобы лишнее масло сбежало вниз. Оно нам не понадобится. В этом рецепте я использую консерву горбуши. Консерва 200 грамм. Масло вот это мне не понадобится. Берем само мясо и вот так вот разделяем на кусочки. В принципе, вы можете взять любую консерву, но так как это все-таки новогодний стол, я взяла горбушу. И декор у нас такой красивый, тоже рыбный. Итак, все остыло. Сам коржик у меня тоже остыл. Вот такой вот он получается, когда испекается. Обязательно он должен остыть. Зажарка остыла. Теперь приступаем к сборке салата. Итак, на дно формы отправляем майонез. Ну, чтобы сам коржик не ерзал и немного пропитался снизу. Берем корж, вот так вот кладем его и вот так вот приминаем обязательно. Вот это все можно в бока. Когда выпекается слоеное тесто, оно всегда немножечко съезжается. Обязательно майонезом нужно промазать сам коржик, чтобы он не был сухой. Вот так и вот так. Зажарочка. Она у нас как раз так постояла вот в сите и немного масла, все лишнее, ушло вниз, чтобы не было лишнего жира. Теперь распределяем. Салат получается необычный, как закусочный и очень вкусный. Такая себе варежка. Сверху майонезом не смазывайте. Теперь берем рыбку. Делаем сверху сеточку из майонеза. Вот так. Можете заменить горбушу на другую рыбу, сардину, например. Почему нет? Тоже думаю, будет хорошо. Теперь мне понадобится 5 яиц. Из одного яйца мы убираем белок. Белком я завтра буду делать декор, когда салат настоится. Поэтому белок от одного яйца сразу убираем. Остальное натираем на крупную терку вот сюда. Слой, который из яиц, обязательно промазать майонезом очень хорошо, чтобы он не был сухим. Вот так, плотненько. Вот так вот промазываем. Теперь слой укропа. Теперь крабовые палочки. Сверху вот так, в небольшую сеточку. Смотрите, салат собирается очень быстро. Салат очень сытный. Вот так вот можно приготовить один салатик и больше ничего не делать. Я в последнее время, ну, вот такие вот салаты мне нравятся, чтобы меньше готовить. И сыр. Закладываем сыр, где-то 150 грамм натертого сыра. Закрываем это все пищевой пленкой и убираем в холодильник часа на 4, ну, на ночь, чтобы он пропитался. И перед подачей будем украшать. Очень важно, потому что сам декор делается с красной икрой. И чтобы она не заветрилась, украшать будем перед самой подачей на стол. Итак, салатик наш готов. Сняли формочку на утро. Обязательно за пару часов до того, как будете подавать на стол, достаньте салат из холодильника, чтобы он нагрелся. И еще украшать салат нужно буквально за несколько минут до подачи. Украшать очень просто. Значит, я беру вот такую формочку. У меня есть формочка для пряников. Она в виде варежки. Поэтому, собственно, я и называю этот салат варежка. Можно просто на глазок придумать себе, вот так вот вырезать из бумаги, положить, чуть-чуть продавить сыр, чтобы была формочка. Значит, смотрите, что я делаю. Белок, который я оставила из-под одного яйца, я потерла на мелкой терке. И выкладываю край варежки вот так вот белком. Еще, кстати, красную икру можно заменить на верхний слой, вот этот красный, крабовых палочек. Тогда тоже у вас будет красная варежка, но чуть-чуть, так сказать, дешевле. Как вариант тоже можно сделать. Почему нет? Так, смотрите, вот так вот выкладываем. Я буду использовать красную икру. Красной икру выкладываем вот так вот остальную варежку. Еще раз повторюсь, можно взять крабовые палочки, снять именно красный слой, натереть на терке и вот так вот заложить вот эту форму. Количество икры вы можете регулировать сами, сделать меньше слой или больше. И заранее слишком не выкладывайте икру, чтобы она не заветрилась. Буквально перед тем, как подавать на стол. У меня ушло приблизительно чуть-чуть больше, чем пол баночки икры. Ну, я же повторюсь, можно меньше сделать. Это я так просто, чтобы уже, знаете, как по-новогоднему. Теперь берем зеленушку. У меня вот такая вот красивая петрушка. И петрушечкой украшаем края салатика. И подаем. Вот так вот сейчас доукрашаем зеленью. И можно подавать. Формочку сейчас я сниму. Преподаваем форму вот так вот аккуратненько. И получается вот такая симпатичная варежка. Вот такой салат получился. Давайте разрежем, посмотрим, какой он внутри. Внизу слоеное тесто. Потом рыбка. Видите, все салатики видны. Вот такая вкуснота. Коржик слоеного теста очень хорошо. Хорошо влажный внутри. И хорошо режется. Хорошо вот так вот вилочкой прям вот отделяется. Не переживайте, все хорошо. Очень вкусно. Это вроде и салат. Но такой вкусный, что я бы сказала, что можно его использовать как блюдо целое. А почему нет? Такой салат можно сделать слоями в несколько... Ну, как вам сказать, выше. Просто использовать несколько слоев слоеного теста. Будет похож на закусочный пирог. Я бы использовала это блюдо даже просто как такую, знаете, закуску себе. Знаете, вот потому что здесь много рыбы. И он не как просто легкий себе салатик. Это как такой полноценный вкусный салат. Даже если вы не готовили ни мяса, ни рыбы, можно такой салат ставить на стол. Все разметут, всем понравится. Попробуйте на выходные. До Нового года. Все. Силу и люблю. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Салат получается очень большой. Я не думаю, что он будет долго стоять на столе. Он разлетится. Потому что очень и очень вкусно. Я не думаю, что он будет долго стоять на столе.